Харьковский соглашение В любом случае важна символическая связка в этом политическом документе Харькова и Севастополя как реальной альтернативы провинциальной заскорузлости и национальным схронам. Мало что вызывает такую лютую злобу отечественных наследников Гитлера, нежели белый город на берегу Черного моря. Город, который упрямым фактам своего существования противоречит идеологическим установкам националистов из Бандерюгенда. На экранах маршируют граждане, называющие себя патриотами, которые пытаются навязать нам свою идеологию, наверное, рассчитывая на нашу необразованность и беспамятность. Они считают себя вправе вершить чужие судьбы, поскольку мы для них действительно чужие. Они всегда будут восхищаться польским и австрийским, но презирать созданное собственными предками. Наверное, каждый из нас слышал знаменитую песню, которая стала официальным гимном города-героя Севастополя. Легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. Гордость русских моряков или город русских моряков, как часто поют сегодня, смущает меня это настойчивое ударение русских. А вот великий адмирал Лазарев, при котором в начале 19 века Севастополь и приобрел свое значение основной базы Черноморского флота, был армянином, как и мужественный соратник Нахимова, адмирал Лазарь Серебряков. И считать ли после этого, что Севастополь не только город русских моряков, но и город армянских адмиралов? А может порт французских инженеров, немецких офицеров, украинских докеров? Хватит делиться и клонироваться, окончательно запутаемся. Это военно-морская база всей многолюдной и многонациональной империи. Символ ее неутраченной мощи и великой истории. А реально соответствует действительности то, что среди городов современной Украины, именно в Севастополе, проживает наибольшая доля этнических русских. Почти 72% горожан. Но сам-то город весьма невелик по украинским масштабам. Около 400 тысяч человек, включая окрестные поселки и промышленность его незначительна. Стратегическое расположение главной базы Черноморского флота. Его геополитическое значение. Вот секрет особого внимания к Севастополю в процессах украинской политики. Несмотря на то, что Севастополь входит в тройку самых посещаемых регионов Украины, а в праздничные дни население города за счет приезжих увеличивается до 1 миллиона человек, много ли мы о нем знаем? Ну, Херсонес, Крымская война, статус города республиканского подчинения. Однако Севастополь и сегодня динамично развивается и даже является вторым после Киева городом по уровню занятости населения. А процент горожан, имеющих высшее образование, здесь лишь немногим меньше, нежели в первой столице, Харькове, или во второй столице Украины, не к ночи будет помянутым. Благополучие от Севастополя совершенно определенно зиждется на обслуживании инфраструктуры базирующегося в нем флота. Забери флот и процветающий город превратится в призрак. К чему и стремятся некоторые киевские гауляйтеры, исповедующие мечту о мононациональном государстве. Их мечта – непокорный город воинской славы, рожденный и прославленный военным флотом империи, унизить до уровня Тюленьево пляжа, пустого места на карте страны. Эти намерения оскорбительны для жителей города-героя и его истории. Но что чужим наместникам – до традиций и судеб. А самой датой основания современного Севастополя считается 3 июня 1783 года. В этот день в присутствии главнокомандующего, контр-адмирала Маккензи, родом из шотландцев, были заложены первые каменные постройки города. Далее флот и город развивались под руководством легендарных адмиралов Ушакова и Лазарева, которые быстро укрепили стратегическое положение Российской империи на Черном море. Именно потому Севастополь стал основной целью высадившихся в 1853 году на побережье противников России в Крымской войне – англичан, французов, турков. О тогдашней героической обороне Севастополя сказано и написано предостаточно – от севастопольских рассказов Льва Толстого до севастопольской страды Сергея Ваценского. Виктор Гюгул сравнил битву за базу Черноморского флота с осадой Трои. Великий американский писатель Марк Твен в 1867 году свидетельствовал – Помпеи сохранились куда лучше с Севастополя. В какую сторону ни глянь – всюду развалины, одни только развалины. Будто чудовищное землетрясение со всей мощью обрушилось на этот клочок в суше. Но Севастополь возродился вместе с Черноморским флотом. Спустя всего 8 лет после визита американца была построена железная дорога Харьков-Лозовая-Севастополь. В город пришла промышленная революция и вместе с ней все великие потрясения 20 века. Севастополь Еще в 1913 году в окрестностях Севастополя началось строительство береговой батареи, которой спустя три десятка лет предстояло стать одним из главных узлов обороны города от немецко-фашистских захватчиков. 30-я батарея по немецкой классификации «Форт Максим Горький-1» и сегодня в строю. Это не музей, а законсервированный военный объект. Здесь пахнет не пылью и нафталином, а машинной смазкой. Мощные орудия 30-й батареи, каждый снаряд почти 150 килограммов и дальностью стрельбы более 40 километров полгода не давали гитлеровцам основательно подступиться к Севастополю. Наряду с «Фортом Максим Горький-2», то есть 35-й батареей, она мужественно сдерживала натиск врага, бешено атаковавшего базу Черноморского флота СССР. Надо понимать, что скромное название батарея не отвечает подлинному значению крепости из бетона и стали, уходящей в глубину гор на несколько десятков метров. Ее личный состав насчитывал более 500 человек, имеющих все необходимое для автономного существования, вплоть до артезианской скважины, электрических плит для приготовления горячей пищи и автономного электроснабжения. Орудие и основной бункер площадью 2600 квадратных метров прикрывали доты, дзоты, зенитные орудия. Немецкие генералы утверждали, что «Форд Максим Горький-1», цитирую, «в силу своих исключительных качеств смог отсрочить падение Севастополя более чем на полгода». Первыми вступили в бой с наступающим противником наши береговые батареи. 54-я лейтенанта Заики, 30-я тяжелая батарея капитана Александера, батарея капитана Матушенко. На протяжении всей осады севастопольские батареи подвергались ожесточенным бомбардировкам с воздуха и обстрелам из немецких сверхтяжелых орудий «Берта» и «Карл». Батарея отстреливалась до последнего снаряда, и 17 июня 1942 года была окончательно блокирована противником, который приступил к ее штуку. В окружении осталось около 200 человек. Еще 9 суток они бились в казематах и подземных сооружениях батареи. Тогда немцы начали заливать в подземелье бензин и поджигать его. В огню и дыму гибли защитники, умирали женщины и дети, искавшие спасение в бункере. Страданиями и смертью наших людей пропитаны эти стены. Кто посмеет здесь говорить о компромиссе с неонацистами? Только лишенные памяти хомо независимус и обезумевшие фейсбучие дети. И что, будем дальше крошить нашу общую историю? Растаскивать по хуторам и хатам воинскую славу великого города? Лучше оставим флоту Флотова. Севастополь – это крупный промышленный центр и шумный курорт. Символ воинской доблести и поэтический образ. Провинциальный южный город, откуда приезжают в Харьков учиться сотни студентов. И столица. Столица Черноморского флота России. Ошибочно расхожее представление, будто моряки воюют только на море. Воины трех стихий, как их называют сегодня, морские пехотинцы являются истинной элитой вооруженных сил. Они отбивали плацдарм «Малая земля» под Новороссийском, высаживались на занятом гитлеровцами побережье Крыма, защищали мирных граждан во время безумия распада СССР, сражались с террористами на Северном Кавказе. 216 морских пехотинцев за проявленное мужество и героизм награждены орденами и медалями. 45 из них – дважды, 15 офицеров – трижды. Полтора десятка раз черные береты участвовали в парадах на Красной площади. И именно морские пехотинцы Черноморского флота первыми сняли бушлаты на параде в честь Дня Победы. С тех пор морская пехота выходит на Красную площадь без бушлатов в любую погоду. И удаль им к лицу, прутиком таких не разогнать. Поздравляю вас с привидением военной присяги! Ура! 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 Молодое пополнение готовится принимать общую присягу на святом для каждого севастопольца месте – 35-й батареи, что символизирует неразрывную связь героических традиций и нынешнего дня. У матросов нет вопросов о значимости их службы. Но высокие слова о давних традициях не мешают Министерству обороны Российской Федерации активно строить сегодня для своих военнослужащих вполне современное жилье. А ежедневные учения на полигоне позволяют морпехам поддерживать боевую выучку, что касается не только молодого пополнения, но и офицерского состава, дабы учить других, нужные самому все время тренироваться. Увы, в нашем непростом мире бывают случаи, когда неразумных и распоясавшихся фанатиков можно вразумить только силой. Так пусть же эта сила будет нам дружественной. Человек, который желает своему товарищу бессилия, слабости и нищеты, другом не является по определению. Кроме тренировок во широком поле, военнослужащим предоставлена уникальная возможность увидеть весь мир, пусть даже с начала виртуальной на тренажере в учебном центре. Уникальный комплекс предназначается для тренировок капитанов и штурманов. Сразу пять проекторов дают на экран с компьютера панорамную картинку, которая полностью, вплоть до мелочей, имитирует маршруты, которые проходят в своих походах моряки Черноморского флота. Собственно, гавань Севастополя, которую мы сейчас как бы проходим, проливы Босфор, Дарданеллы, Гибралтар, Ла-Манш, Суэцкий канал и прочую населенную темнокожими афронеграми экзотику. В комнате площади 40 квадратных метров легко ощутить себя в открытом море, причем иллюзия такова, что смотрящего даже начинает слегка пошатывать вместе с условным кораблем. Понятное дело, погоду легко разбедокурить вплоть до шторма. Однако до морской болезни мы дело доводить не станем, дабы не проскочили самолеты и корабли условного супостата. Вы же понимаете, тренажерная игрушка и конкретные военные цели числом до 50 тоже являются объектом боевой подготовки. Заявляю компетентно. Игровой автомат «Морской бой», который сожрал у меня в детстве столько монет, устарел окончательно. Как всякий сухопутный хрико-чайн, я с детства мечтал о море. Возможно, поэтому в моей жизни были яхтенные походы под парусом, антарктические переходы на ледоколах, погружение с аквалангом и полеты над морем. Не было только визита на боевой корабль. Первый линейный корабль Черноморского флота «Слава Екатерины» был спущен на воду в 1783 году. С тех пор военное присутствие России в Черном море стало фактором политическим и определяющим обстановку во всем Средиземноморье. Сегодня Черноморский флот России насчитывает четыре десятка боевых судов и вторым по величине и значению после флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» является большой противолодочный корабль «Керчь», на борту которого мы имеем честь пребывать. Этот корабль находится в строю с начала 70-х и с тех пор прошел уже несколько этапов модернизации. Высота гиганта 35 метров, а длина 173. Его экипаж насчитывает 380 человек, из них 40 офицеров. Из боевых задач последнего времени, которые выполняла «Керчь», можно вспомнить обеспечение безопасности визита президента Российской Федерации в Грецию или слежение за атомными подводными лодками США в Средиземноморье. Но здесь Шахерезада заканчивает дозволенные ей речи на оборонную тематику. Как вы понимаете, нечасто иностранные съемочные группы, хотя мы себя таковыми и не считаем, пускают на боевой корабль Российской Федерации. Распорядок на боевом корабле строгий. 6.00 – подъем, физзарядка, умывание. 7.00 – завтрак и кормят после него еще три раза в течение дня. 8.00 – подъем флага, потом учеба, обед и снова учеба. Вот, например, теоретические занятия по специальности «электриков сильного тока». Звучит? Все выключается, а после принятия нагрузки отводим занятия у меня не дали рядом с головой. Уборка и отбой только в 23 часа. Живут матросы по боевым соединениям. В тесном кубрике спят по 20-25 человек. Матрос-срочник служит один год, контрактник – от трех до пяти. На каждого военнослужащего в день полагается 250 грамм мяса, 300-400 грамм хлеба, белого и черного соответственно, 120 грамм рыбы, а также копчености, масла, сыр. Вопреки расхожему мнению, красного вина не наливают. Его выдают только морякам атомного подводного флота. Так что представление о том, что настоящий матрос готов пропить дракона и осчастливить любую, даже вышедшую из промыслового возраста женщину, устарело. Как нелепая и сознательно раздуваемая националистической пропагандой истерика вокруг российского черноморского флота. Харьковские соглашения о базировании российского флота в Севастополе носят имя нашего города. И они в какой-то степени сдерживают стремительное движение Украины от Евромайдана к Неомайданику, от либеральных мечтаний к нацизму. Дескать, медиатварья дрожащая или право имею, в том числе и право на глупость. Помнится еще гигант мысли, отец украинской демократии Виктор Ющенко славоблудил. Вместо дешевого газа, который экономически дискредитирует страну, солому надо сжечь, но быть независимыми. Сам-то Виктор Андреевич соломой не топит. Что ему чужому, тепло и безопасность в наших домах. Суверенный – это не значит скрытно пожирающий колбасу при свете соломенной лучины. За это в приличном обществе лупят. А независимый – это сильный, умеющий дружить и делиться с другом. Как всегда делали наши предки, а потому были непобедимы. Непобедимыми должны быть и мы. Это не российский и не украинский флот. Это наш общий флот, нашего общего Черного моря. Он защищает мир от множества опасностей, вплоть до международного терроризма. И мы вправе им гордиться. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ